Вот я подготовила свое рабочее место для нового эксперимента Очень интересного И сейчас мы приступим к сравнению трех различных смесей для красок и взаимодействия с силиконом Здравствуйте дорогие друзья Мы сегодня проведем эксперимент по изучению трех различных растворителей и взаимодействия этих растворителей с силиконом Я буду использовать силиконовый спрей Хотя мы еще попробуем сделать в другой раз с разными видами силикона Почему я это делаю? Потому что каждый художник, который старается достичь совершенства во владении какой-то техники Должен найти свою смесь, свою технику И поэтому для меня конечно же важно тоже найти свое Потому что не важно сколько есть рецептов, сколько всего есть, все равно нужно свое И пока я буду рассказывать по ходу, что мы сегодня сделаем Я решила взять практически три довольно ярких цвета Для того, чтобы увидеть реакцию И поэтому... Или мы можем даже не эти взять Мы возьмем вот эти Значит мы возьмем пикок блу, дафодил елл, то есть шелтый нарциссовый и красный, яркий красный цвет Руш Почему я хочу испытать различные три растворителя Потому что все говорят, что у каждого работает по-разному И пока ты не выведешь свою формулу И не получишь те результаты, которые ты хочешь То конечно ни о каком профессионализме идти речь не может Если кто-то думает, что рисование жидким акриликом Это как бы легко и просто Оно якобы да Потому что в принципе тут как бы наливаешь и работаешь А с другой стороны тут нужно понимать, чувствовать пропорцию И поэтому находить вот эту самую оптимальную пропорцию Получение того, чего вы хотите Что я сейчас делаю? Я делаю три набора красок И сейчас мы будем добавлять растворители Красок нужно приблизительно пол чайной ложки У нас приготовлено три полотна Я буду конечно работать скорее всего к каждой модельности Потому что места мало И вот теперь красный цвет Не будем добавлять никакой Все для трех, как говорится, наборов Что у нас здесь? У нас здесь ПВА 60% и вода Поэтому мы нальем ПВА Сколько нужно? Приблизительно чайная ложка краски И где-то одна-две части То есть получается две чайные ложки Даже три чайные ложки Вообще мы будем смотреть по густоте И вот здесь ПВА с водой Ничего более Я просто хочу знать Как реагирует ПВА С силиконом Просто ПВА силикон Что мы можем получить за счет этого Я отложу это в сторону Так, теперь сюда Вот здесь это половина ПВА Получился все-таки густоватый Но мы и разведем водой ПВА и вот этот Декуарт Мидиум И мы попробуем сейчас И мы готовим для второго То есть, что главное не перепутать Вот Тоже приблизительно столько же Можно разводить водой Если густо получается Сколько вообще давать нужно растворителя? По правилам нужно давать столько Чтобы цвет красок не менялся То есть, был такой же насыщенный цвет красок Как и в оригинале И последний у нас вариант Это чистый растворитель Декуарт Пулин Мидиум Мы его просто добавим Без всякой воды Хотя, возможно, нам потребуется Немножко воды Теперь мы начнем это все мешать Я вам расскажу по ходу смешивания Очень интересный случай из моей жизни Именно о секретах Ведь у каждого художника Есть свои секреты, как говорится И я люблю готовить пищу Вот И оказалось, что Я очень люблю птичье молоко Я нашла рецепт птичье молоко И мне так понравилось Вот Что я решила приготовить тоже Но сколько я не пробовала При дефиците в то время яиц Я попробовала три раза Ничего у меня не вышло И поэтому я расстроилась И, как говорится, на этом Все мои эксперименты закончились Пришла мне подруга в гости Я ей рассказываю о тех проблемах Которые случились у меня С получением птичьего молока И она мне говорит Типа, дай мне рецепт Хорошо, я даю ей рецепт Она приходит домой Она пробует Слушай, такое вкусное птичье молоко Я говорю, ну как ты Как у тебя получилось Такое птичье молоко Немножко добавили желтого Она говорит, да вот Придешь, я тебе покажу Как я делаю Я три раза делала У меня ничего не получилось Хорошо Проходит время Прихожу к ней в гости Она раз-два Угощает меня птичьим молоком Конечно, я расстроена Потому что у меня У меня, ну как бы Не получается Кстати, с ПВА Часто бывают такие пузырьки Тут главное Не просто взбалтывать А стараться вот так Как бы очень легко И не вот так А вот не поднимая палочки Тогда эти пузырьки уходят Видите, они уходят Вот, то есть стараться Не колотить сильно Вообще Не рекомендуется колотить Краски сильно Потому что воздух попадает Так вот Пришла я Потом мы с мужем Пришли в гости И при нас она прямо Трак-бак Раз-два делает Все у нее получается Пришли мы домой Давай делать все По ее технике То есть, ну в смысле По нашему рецепту Ничего не выходит Опять одно расстройство Одним словом Мы перепробуем Раз, наверное, шесть Она у нее все время получалась И мне кто-то говорит Вот Не надо было давать рецепты Это плохо Типа Украли рецепты Уже все Значит, это получается густым Мы добавим чуть-чуть воды У меня вода Такой вот Чтобы не капать Не лить слишком много В общем Такой вот интересный Такая история Так я не научилась делать Птичье молоко А подругу Моя делала Без всяких проблем Вот Кстати, что я хочу сказать Некоторые краски Действительно густые Особенно красные Вот Красные оттенки Они почему-то Краски всегда гуще Ничего страшного нет Иногда интересно Работать С консистенцией С разной консистенцией Красок То есть Не обязательно Получать какую-то Консистенцию Супер 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 Вот У меня все под рукой Все организовано Вы должны понимать Что Некоторые растворители Смешивая с красками Потом Когда мы их добавляем Тут же дают реакции Поэтому нужно быть Осторожным В плане Слишком Длительного Смешивания Красок Разных красок Я хочу добавить Сюда Каждый из них По чуть-чуть По чуть-чуть Даже немножечко Обычно Такое Такое количество Это буквально 30 Миллилитров Жидкости Красок Нужно Одну Две капли Силикона Но я решила Сделать Пшиком Потому что Я пробовала Делать Именно С таким Силиконом В виде Раствора И вы знаете Что-то у меня Не очень Получилось Я поставлю Здесь Это мы делаем Для перчатки Одеть Потому что Уже Руки Начинают Пачкаться Я использую Просто Флип Кап У меня Видите Приклеено И я Уже Просто Вылью Пусть Оно Растекается Чтобы Нам Это Не мешало Мы Немножечко В сторону Подержать Чуть И Так Получилось Но Довольно Жидкое Сразу Видно Пузырьки Есть Пузырьки Их Нужно Убрать По идее Очень Тяжело Работать Одновременно Сразу С тремя Схемами Но Как видим Уже Пузырьки Появились Здесь Можно Долевать Белую Краску Но Я Просто Сделаю Немножечко Вот так И Попробую Закрыть Углы Мне не Хочется Вот видите Появляется Все таки Появляется Все таки И вот У нас Для следующей Картины Это Смесь ПВА С растворителем Наполовину Чуть Чуть Буквально Воды Я Даже Не буду Смешивать Я Просто Возьму И Флип Кап Будем Сравнивать Как у нас Эта реакция Немножко Постоять Пусть Сечет Вот И Медленно Открываем И Видим Конечно Совершенно Другую Реакцию Да Вот Реакция Совершенно Другая И У нас Уже Появились Появляются Уже Появляются У нас Клеточки Сейчас Немножечко Мы Подсушим Я Этого Беру Тоже В сторону И Переведу Сюда Потому что Меня Не достает К сожалению Не достает Фен Поверхно Желательно Чтобы Была Ровная Если Я вижу Что Косо Я должна Подправить Чтобы Не Стекало Феном Мы Убираем Феном Убираем Воздух И Открываем Эти Клеточки Опять Что Мне Не Нравится В Смеси ПВА Половину С С Этим Растворителем Что Все Равно Часто Получается Довольно Жидкий Вот Такой При этом Воды Здесь Практически Нет Воды Нет Вот Некоторые Добавляют Белой Краски По краю Или Какой-то Другой Краски Я Решила Что Я Попробую Закрыть Без Краски Можно Добавить То есть Все равно Уже Картина Здесь Намного Лучше Намного Лучше Намного Лучше Картина Чем ПВА То есть Мне нравится Что Все-таки Если Добавляешь Какого-то Медиума Срабатывает Лучше Разница Это значит ПВА И наполовину С Сейчас я ровно Поставлю Чтобы не стекало Наполовину С растворителем А теперь Мы делаем Последний Вариант Я наверное Буду делать Здесь Чтобы Ровно Было Перевернутой Тоже Даже Не смешиваю Даем Немножечко Постоять Вот Буквально 20 секунд 30 секунд И Вот Похожая реакция Как с первым Рисунком Но Еще раз повторю Здесь нет Здесь нет Абсолютно Никакого ПВА То есть Немножко Подсушим Чтоб Открыть И убрать Вот эти Пузырьки С ПВА Заглушает Яркость Цвета Поэтому Обычно Картины С ПВА Они не Такие Такие Яркие Поэтому Использую Потом Как бы Выливаем Остатки Вот эту Красивую Часть Сюда Одну секунду Хорошо Теперь Мы попробуем Реанимировать Вот эту И а что Осталось У нас Мне жалко Ее Как бы Оставить И все Синий цвет Поглотился Я просто Попробую Вот Хотя бы Чтобы не Выбрасывать Не жалко Почему Вот Попробуем Так вот Это все Тот же ПВА Краска С ПВА Вот Сейчас мы Попробуем Ее Синий Мне не очень Хочется Добавлять Я вот Эту В сторону Отодвину И мы попробуем Немножечко Реанимировать Вот эту Картину Чтобы хоть Что-то У нас Было Какое-то Какое-то Не такое Синие Полностью Это уже Как-то уже Более Приветливый Рисунок Такая Абстракция У нас Получилась Вот Немножечко Мы его Реанимировали А то Голубой Цвет Был Никудышний Что мы Делаем С этим Трудно Сказать Можно Оставить Как Есть Потому Что Довольно Он уже Подсыхает Вот Мне Не хочется Как бы Меня Мешать Что-то Там Менять Вот Но В целом Мы видим Что Вот Дали Вот Здесь Силикон Дал Вот Такую Интересную Реакцию Видите Такие Вот Узоры То Узоры Получились Очень Интересные На Силиконе С ПВА Еще Вот Немножечко С Вот Интересная Реакция Получилась Своеобразная Картина ПВА И Растворитель Вот Дала Такую Картину Немножко Притухли Ну Скажем Цвет Немножко Не такой Яркий Но Есть Много Мелких Наверное Все-таки Мало Дала Силикона Много Мелких Клеточек Которые К сожалению Не вырастут Потому Что Если Силикона Тоже Очень Очень Мало То Они Не вырастут И У нас Третий Рисунок В общем Третий Рисунок У нас Вот Вот Этот Когда Чисто Растворитель Он Тоже Дала Клеточки Не совсем Так Как Хотелось Но По крайней Мере Сохранилась Яркость Яркость Красок Что Уже Большой Плюс Поэтому Но Эта Картина Уже Намного Лучше Как Можно Дальнейшем Тренировать Эти Картины Я Поговорю Еще В Одном Видео А Так В целом Вот Так Эксперимент Так Что Если Я Буду Дальнейшем Работать То Конечно Большей Часть Я Буду Работать Или Смесь ПВА С Растворителем Или Просто С Растворителем Чуть Больше Силикона Спасибо Вам За Просмотр Всего Хорошего До Свидания Тренировать Тренировать